Крупицу информации найти по поводу Redmi Mobile, когда он выйдет, и тогда ролики вообще вы никакие пропускать не будете, и вот у вас вот примерно так будет, потому что я вот самый такой, знаете, к чему все это относится, я тут вот повторять все эти, какую функцию она вообще будет выполнять на сам Redmi Mobile, Redmi RMP, все прочее, принимать мое мнение за истину, ну такое себе, просто сегодня я расскажу все, что я думаю по поводу вообще и то, что показал Евгений Ковалевский относительно недавно, потому что ажиотаж вокруг так, 71-й год, при том, что типа тогда была не Россия, тогда был рассказываю, потом мы больше не видим ничего интересного, то есть все, с компьютера, а у тебя что, у тебя будет показывать, что все вот эти вот люди играют с телефоном, но тогда новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Скорее всего, вы наверное уже все поняли, что я хочу добить 10.000 подписчиков до нового года, именно поэтому за каждую новость, связанную с Redmi Mobile, с портом вот этого всего Redmi RMP на телефон, я хватаюсь прям обеими руками и пытаюсь вам все это максимально кратко рассказать, и кстати максимально субъективно, поэтому если что, если вы что-то услышали, то не нужно, пожалуйста, вот это вот все переносить на сам Redmi Mobile, Redmi RMP, все прочее, все может 200 раз измениться, мое мнение не исключение, и вот по поводу каких-то вещей, сегодня я думаю так, основываясь на вот этой вот информации, а завтра я понимаю, что все будет уже вот так вот, основываясь на другой информации, поэтому принимать мое мнение за истину, ну такое себе, просто сегодня я расскажу все, что я думаю по поводу Redmi Mobile вот в данный момент, что там с ним будет, что там с ним не будет, ждать, не ждать, вообще и то, что показал Евгений Ковалевский относительно недавно, потому что ажиотаж вокруг Redmi Mobile бешеный, то есть, я не знаю, наверное, каждый час, вот около того, люди набирают в поиске ютуба, причем очень разные люди, с очень разными возрастами, но, по-моему, как я понял, это все люди до 18 лет, они ищут где, что, хоть какую-то, вот я не знаю, крупицу информации найти по поводу Redmi Mobile, когда он выйдет, когда там ОБТ, когда там все прочие вещи, причем, когда я сделал свой недавний видеоролик, который там что-то 6000 просмотров набрал, или около того, я уж не помню, вы, наверное, его уже все видели, или не видели, а если, кстати, вы его не видели, то подписывайтесь на канал, и тогда ролики вообще вы никакие пропускать не будете, и вот, типа, такое, видели, да, конечно, видели, вот у вас вот примерно так будет, потому что я вот самый такой, знаете, оперативный канал с новостями, то есть, если какая-то определенная новость есть, то я не обязательно, вот там, знаете, сделаю ролик, напишу, расскажу, и все вообще будет классно. Евгений Ковалевский показал новый скриншот Redmi Mobile, по ходу ОБТ ближе, чем мы думаем, пишет новостное издание, сами знаете, какое, сами знаете, где, сами знаете, к чему все это относится, я тут вот повторять все эти, то, что это мое любимое издание, то, что оно там вот это вот пишет, то, что непонятно вообще, что оно такое пишет, так далее, давайте сейчас более поэтапно рассмотрим весь этот скриншот. Слева у нас какая-то, вот слева сверху у нас какая-то очень странная стрелка, я не знаю, для чего она тут, какую функцию она вообще будет выполнять, потом та же самая стрелка, она вот прям, знаете, под количеством ХП и типа, там, под количеством денег, зачем она нужна, непонятно, может быть, типа, там, это логотип Sony Vegas Pro, или там, Magix Vegas Pro, или как там сейчас вся эта программа адовая называется, я не знаю, не помню, да и знать, в общем-то, не хочу. Также мы можем увидеть, что тут будет 1971 год, хотя события игры, вот именно GTA San Andreas, они происходят в 91-м году, а события криминалки, ну, я даже представить не могу, когда они происходят, тем не менее, пусть все происходят дальше, потому что, типа, ну, почему нет, в самом деле, 71-й год, так 71-й год, при том, что, типа, тогда была не Россия, тогда был Советский Союз, и уж кому как не мне знать, что вообще там происходило, и поэтому там должен быть, знаете ли, в России вот этой вот всей криминальной Советский Союз, а не вот это вот всё. То есть, возможно, что эта дата, она ни к чему не относится, это просто, типа, там, знаете, какой-то баг, это просто какое-то, там, знаете, я не знаю, диалоговое окно, это не намёк на то, что игра будет происходить в 71-м году, однако, типа, оно вот тут вот есть, и я, разумеется, обо всём этом тут рассказываю. Потом мы больше не видим ничего интересного, то есть всё, это Радмир, вот, мобайл, новый скриншот, новое вот это вот всё. И хочется ещё кое-что уточнить, как лично я понял, Радмир Мобайл не будет конкурировать с, вот, проектами на, вот, мобилку, то есть с какой-нибудь, там, Блэк Рашей, с прочими вот такими, с Барвихой, там, с какими-то ещё КРМП проектами, он, типа, там, знаете, соперничать не будет, потому что, ну, он кроссплатформенный, и отследить онлайн не получится. То есть, как ты узнаешь, сколько играет, там, с телефона, как ты узнаешь, сколько, там, играет ещё, то есть, люди могут играть, там, я не знаю, с компьютера, а у тебя что, у тебя будет показывать, что все вот эти вот люди играют с телефона, ну, тогда Радмир Мобайл стал бы топ одним проектом, вообще, в мобильном, этом, ГТА КРМП, ну, это забавно. Поэтому, как я говорил до этого, вот, в этих вот, во всех своих видеороликах, посвящённых Радмир Мобайлу, так я говорю и сейчас. Радмир Мобайл конкурировать, соперничать и делать все прочие вещи в мониторинге, вот, всех вот этих вот, ГТА САМП андроид серверов и ГТА КРМП андроид серверов, он не будет. Он будет, вот, как Резона Мобайл. Вспомните, что было с Резоной Мобайл, вспомните, там, что она вообще делала, что она вообще показывала, и вы всё поймёте, то, что она особо сильно, ну, вернее, вообще не конкурировала со всеми вот этими вот проектами. Поэтому говорить сейчас, что Радмир Мобайл всё это будет делать, непонятно. И опять-таки, люди делятся на несколько лагерей, и тут, как правило, их два. То есть, ну, это, опять-таки, очень смешно, прискорбно и так далее, тем не менее. Есть люди, которые, вот, прям, знаете, ждут, которые, вот, отсматривают каждый видеоролик про Радмир Мобайл, и говорят, мол, вот, ну, давай, ну, когда уже там всё это выйдет, давай, мы все ждём, мы уже просто все не можем, превозмогаем невозможные силы, давайте, чуваки, Евгений Ковалевский, там, все прочие, выпускайте, мы все уже ждём, мы все уже заждались, давай, 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 мы не можем. А есть люди, которые говорят о том, что, мол, там, да ты чё, да вот Радмир Мобайл это говно, а вот выйдя там, знаешь, какой-нибудь Бриллиант Ролеплей, вот это вот да. Кстати, по поводу ОБТ Бриллиант РП, это надо будет ролик сделать немного потом, попозже и так далее. Я уже, вроде как, там, знаете, смотрел какие-то видеоролики, многие мне уже писали, там, в ЛС ВКонтакте, в комментарии на Ютубе, что ОБТ, вроде как, прошло не особо хорошо. Хотя, официальная позиция всех вот этих вот самповских СМИ по типу Лайф Мобайл и всех вот этих вот прочих, они все поголовно говорят, что ОБТ прошло хорошо. Кому верить в данном случае, если честно, я не знаю, но пишут разные люди, пишут мне, говорят, мол, вот сделай видеоролик, Бриллиант РП, они обосрались, никто ничего не смог сделать, Ролеплея никакого не было. Ну, по поводу Ролеплея, это, конечно, очень смешно, потому что Ролеплей, он в целом нахуй никому не нужен. Ни в GTA Sampi, ни в GTA Sampi на телефон, ни в GTA CRMP, ни в GTA CRMP на телефон. И в целом, ну, да, вот так оно и происходит. Однако, я думаю, ладно, на этом можно уже заканчивать данный видеоролик. Я рассказал, наверное, все, что я вообще мог знать, все, что я вообще знал, все, что там знали все прочие люди. IP Arizona Roliply Phoenix, а также мой никнейм, а также вся дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, и там все вот это вот делаете. Там же, кстати, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, и там вы тоже можете все это сделать. Заходите, узнавайте, ознакомливайтесь. Всем до свидания, и, ну, до свидания, типа, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok